Здравствуйте! На первом канале вечерние новости в студии Максим Шрафудинов и коротко о главном. Великая суббота. Миллионы верующих в канун Светлого Христового Воскресения освящают пасхальное угощение, а в Иерусалиме встретили благодатный огонь, частичку которого к началу праздничных богослужений доставят в российские храмы. Чудовищные провокации, три ее возможных сценария. В Минобороны рассказали о планах Киева устроить на Украине инсценировку с использованием оружия массового поражения в лучших традициях Запада. Связь с родными восстановлена, город возвращается к нормальной жизни. Что происходит в Мариуполе после его освобождения от бандформирований? Репортаж с места событий. Невидимые спутники Байдена. Американская пресса гадает, кому на этот раз пытался пожать руку «Глава Белого дома». И то, что словами не передать. Неожиданный взгляд на произведение Лермонтова «Маскарад» премьера театральной постановки, в которой все актеры молчат. У православных христиан Великая Суббота. Канун Пасхи, когда верующие готовятся встретить светлый праздник. Этот день принято называть Тихой Субботой, когда по преданию Христос уже воскрес, но люди об этом пока не знают. О том, что чудо свершилось, говорят одежда священников. Они еще утром сменили темные одеяния на белые. И в церквях все пронизано предчувствием торжества. Литургию в Великую Субботу совершил в Храме Христа Спасителя патриарх Кирилл. Он осветил пасхальные куличи, которые отправят в Донбасс, и призвал молиться о мире на Украине. Значительную часть этих ключей отправят, и нас отнесут в Донецк. Те самые места, где, к сожалению, существует очень опасное противостояние, где умирают люди, где проливается кровь. Дай Бог, чтобы вот этот пасхальный дар помог тем, кто вовлечен в этот тяжелый конфликт, успокоить сердце, ум, душу, чтобы как можно быстрее закончилась междоусобная брань и воцарился мир долгожданный, а вместе с ним и благочестие людей, и веру упрепилось бы. И по всей России в православных храмах сегодня было многолюдно. Прихожане стараются в субботу осветить традиционные угощения, куличи и крашеные яйца, которые скоро займут почетное место на пасхальных столах. Обычай красить яйца появился еще в первом веке нашей эры, как напоминание о крови, пролитой Иисусом на кресте, и одновременно символом воскресения, победы жизни над смертью. Праздник – это для меня чудо. Это событие, когда Господь пожертвовал своей жизнью ради нас всех, чтобы мы были счастливы. В нашей жизни без чудо и без веры на лучшее жить невозможно. А этот день, как никогда, дает надежду на самое лучшее и светлое. Поэтому вот этот праздник каждой семье, он должен быть. Это вообще весь смысл нашей веры, весь смысл нашей жизни. Мы стараемся молодое поколение тоже приобщать. Страна наша российская традиционно православная. То есть сохраняем традиции, укрепляем веру православную. То есть это радость для всего народа нашего. И находясь в обществе этого всего, вдохновляешься еще больше, понимаешь, что крепости вот именно в вере православной. И сегодня миллионы верующих ждали появления благодатного огня. Частицы его доставят в Москву к началу главного праздничного богослужения. Огонь сошел в Иерусалиме в храме Воскресения, который накрывает своим сводом и Голгофу, и пещеру, в которой было положено снятое из креста тела Спасителя. На Святой Земле сегодня, как всегда, в этот день собралось множество паломников. Павел Краснов продолжит. Каждый год и сотни лет подряд в Великую Субботу тысячи паломников съезжаются в Иерусалим, чтобы постараться попасть в это священное для любого христианина место, где закончился земной путь Христа, и было явлено миру чудо Его воскресения, воздвигнутый на Голгофе храм Гроба Господня. За многие века этот ритуал отточен до мелочей. Хранитель отпирает тяжелые дубовые ворота одна за другой. К храму подходят процессии православных церквей, и, как обычно, на фоне других выделяется шумная делегация арабской христианской молодежи. Крестный ход под красными хоругами завершается в сердце храма. У мраморной кувукли часовни, воздвигнутой над пещерой, где было погребено тело Христа. Перед службой кувукли тщательно осмотрели и запечатали восковой печатью. Прежде чем войти внутрь и преклонить колени над гробом Господнем, Иерусалимский патриарх снимает одежды, оставаясь в одном подряснике, чтобы показать, у него нет с собой ничего, что помогло бы добыть огонь. Гаснет свет, и храм затихает в ожидании чуда. Это самые томительные минуты, наполненные ожиданием и молитвой. И вот раздаются ликующие возгласы и звон колоколов. Возвещает молитвы услышаны. Стены древнего храма озаряет свет благодатного огня. В руках у паломников связки из 33 свечей по числу лет земной жизни Христа. Передавая огонь друг другу, люди умываются пламенем. Считается, что в первые минуты им невозможно обжечься. Огненная река выплескивается за пределы храма. Отсюда начинается путь благодатного огня во все уголки планеты. Из Иерусалима его доставят во многие страны, в том числе и в Россию. Безусловно, общая радость, которая там присутствовала, она объединяет людей. И для нас, для фонда Андрея Первозванного, после двух лет перерыва, оказаться в храме Гроба Господня на молитве, восхождение благодатного огня, конечно, это большая радость. Ну и то, что мы сможем принести частичку благодатного огня на Родину, мы это воспринимаем как великую честь. Это уже сложившаяся традиция. Благодатный огонь делегация фонда Андрея Первозванного везет в Россию уже 20-й раз. Благоговение и трепет. В этой лампаде частица, сошедшего на святую землю благодатного огня, та самая, что уже совсем скоро будет доставлена в Россию. И от нее будут зажжены миллионы свечей в православных храмах, неся миру свет воскресения Христова. Павел Краснов, Павел Ихалетов, Ирина Чучуй, Первый канал, Иерусалим. И совсем немного времени остается до наступления Светлого Христового Воскресения. Ждем прибытия благодатного огня, а прямую трансляцию из Храма Христа Спасителя смотрите на Первом канале в 23.30. Теперь к другим темам. США готовят на Украине провокации, которые могут привести к гибели десятков тысяч мирных жителей. Об этом заявили в нашем Минобороне. Всего есть три сценария, но цель одна — обвинить Россию. Это якобы она применит химическое, биологическое или тактическое ядерное оружие. Киевский режим с подачи американской администрации способен воплотить в жизнь такие планы, отметили в ведомстве. Первый. Постановочный инцидент под чужим флагом. Наиболее вероятный. Речь идет о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами среди населения, либо инсценировке диверсии со стороны России на принадлежавших украине объектов, которые были вовлечены в программу разработки компонентов оружия массового поражения. Такой сценарий планируется реализовать на химических и биологических объектах Харькова и Киева. Не исключена провокация на объектах ядерной энергетики. В первую очередь, на находящейся под контролем Российской Федерации Запорожской АЭС. Второй. Максимальное скрытое применение оружия массового поражения в малых объемах. Для подавления воли и способности сопротивления в рамках решения конкретно оперативной задачи. Такой сценарий рассматривался на предприятии «Азовсталь». Но приказ верховного командующего, отменившего стурм предприятия, сорвал планы Пентагона по его реализации. Третий. Наименее вероятный сценарий. Открытое применение оружия массового уничтожения на поле боя. В случае неспособности добиться успеха обычными видами вооружения, скорее всего, в зоне боевых действий. Тем временем в Мариуполе делают все, чтобы скорее восстановить нормальную жизнь. Оставшиеся боевики, надежно запертые на «Азовстале», больше не представляют опасности. И с каждым днем в городе все новые и новые приметы мирного времени. Открывается школа, магазин. Вот-вот должен заработать хлебозавод. Появилась связь. Масштабная гуманитарная поддержка. Волонтеры и военные снабжают людей всем необходимым. Не забыли и о приближающемся празднике Пасхи. Репортаж Дмитрия Толмачева. Мобильный армейский хлебозавод наши военные развернули под Мариуполем в стенах бывшего сельхозпредприятия. Работают без остановки посменно. За сутки выпекают 8 тонн, то есть примерно 12 тысяч буханок. Сейчас это основной источник свежего хлеба для горожан. Сегодня у военных пекарей специальная задача отправить жителям Мариуполя партию пасхальных куличей. Рецепт особенный. Рецепт был согласован с супругами военнослужащих. Спрашивали, как они выпекали, как мы выпекать будем. На этом хлебозаводе выпекается этот хлеб впервые. Куличи. Поэтому получилось очень вкусно. Я думаю, жителям Мариуполя очень понравится. Армейские куличи, конечно, непривычные нам круглые так называемые кирпичики, поскольку формы есть только те, в которых выпекают обычный хлеб. Но тесто замешивали по традиционной православной рецептуре. Куличи, как полагается, богато украшены. Сегодня крупная партия отправится в Мариуполь для раздачи горожанам и нашим бойцам. Впрочем, мариупольский священник, отец Сергий, считает, форма тут абсолютно не важна. Главное – содержание. Пасха Христос воскрес, он не только ради верующих. Он воскрес ради всего человечества. То есть эта радость, она должна касаться каждого человека. Так что, конечно, особенно в такое время, как вот сейчас мы переживаем с Божьей помощью, вот людям, которые много претерпели, им это будет не лишняя радость. Это как раз именно та радость, которая им сейчас крайне необходима. Для раздачи помощи военные выбирают левый берег города, где находится печально известный завод «Азовсталь». Именно здесь сейчас больше всего нуждающихся. Это место на левобережье Мариуполя – настоящий центр притяжения горожан. Здесь раздают всевозможную гуманитарную помощь. Вот мы видим центр гуманитарной помощи «Единой России». Здесь же еще одна машина от волонтеров. И вот мы видим, военные привезли людям хлеб и обещанные пасхальные куличи. У пункта раздачи гуманитарной помощи очередь из сотен людей. Многие потеряли жилье, но сами вызываются волонтерами. Сегодня решил помочь, разразить. То есть это просто люди приходят, помогают? Ну да. Когда выбрались сюда, ну, как-то обрадовался, что тут хотя бы люди есть. А то там в подвалах вообще ничего хорошего не было. Его мама тем временем в очереди. Семья лишь два дня назад смогла наконец вырваться из подвала, в котором горожан удерживали боевики. Нас не выпустили. Украина нас не выпустила. И люди, которые с нами ехали, пытались эвакуироваться тоже. Создалась колонна. Но сами же они обстреляли эту колонну, и люди тоже вернулись назад. Это не Россия была. Это была Украина. Это точно. Но едва не на вес золота здесь эти золотистые и еще теплые буханочки. Редко кто удерживается от того, чтобы первым делом вдохнуть уже забытый аромат. Пахнет. Пахнет. И хлеб пахнет. И кулич пахнет. Спасибо вам большое. Спасибо. Вот эти сволочи, эту дрянь, его там стали убрать, и люди зажили новой совершенно жизнью. Только они не дают покоя нам. Для тех, кто в Мариуполе, каждый день последние изменения очевидны. Почти не слышно стрельбы людей на улицах намного больше. Но работа, конечно, не в проворот. В городе ускоренными темпами формируются новые органы власти. Город продолжает расчешаться. Некоторые районы начинают расчешать достаточно активно с помощью МЧС. Сейчас мы уже и с предпринимателями работаем. И с Донецка приезжают торговые объекты для того, чтобы наладить какую-то минимальную торговлю. Для людей, переживших многое, сейчас имеет значение любая помощь и малейший знак внимания. Дмитрий Толмачев, Юрий Шоумов, Андрей Морозов, Наталья Маштакова. Первый канал. Мариуполь. Как развивались события с началом освобождения Мариуполя и что происходит сейчас? Уникальные кадры, снятые корреспондентами Первого канала, которые в самые горячие моменты находились в центре событий. В их числе наша Ирина Куксенкова. Она передавала эксклюзивные видео. Была ранена. Итак, премьера. Специальный репортаж «Азовсталь-2022». Сегодня после вечерних новостей в 18.18. И новые кадры ударов по позициям украинских вооруженных сил. Их распространила наша Минобороны. В работе российская артиллерия. Высокоточное оружие превращает в пепел ангары ВСУ с боеприпасами и вооружениями. Средства объективного контроля зафиксировали взрывы и поднимающиеся столбы пламени. Наведение на цель обеспечило расчет беспилотного летательного аппарата. Наши вооруженные силы бьют исключительно по военным объектам. 20 детей из Донбасса, которые пострадали от обстрела в ВСУ, лечатся в столичных клиниках. У них тяжелые травмы, рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко. Сегодня он посетил московские НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачи высокого класса делают для детей все возможное. Сегодня мы в том числе оказываем медицинскую помощь детям с минно-взрывными травмами. Здесь находятся дети из Донецка, Луганска, Харьковской области и других регионов. Высококвалифицированные специалисты оказывают любой вид хирургической помощи, включая в том числе и остеосинтез, сосудистые хирургии. Это позволяет нам достигать максимальных результатов по спасению конечностей, профилактике гнойно-септических осложнений. И хочу сказать, что все это оказывается абсолютно бесплатно. Ограничения на полеты в Южный и некоторые центральные аэропорты вновь продлены. Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Всего 11 городов, небо над ними останется закрытым до 1 мая. Это решение Росавиации. Остальные аэропорты продолжат работать в обычном режиме. Авиакомпания организует перевозки альтернативными маршрутами. МКС сегодня поднялась почти на 2 километра выше. Внеплановую коррекцию орбиты провел Роскосмос. Причина – космический мусор. Была угроза столкновения со станцией. Чтобы избежать ЧП, включили двигатели корабля «Прогресс». Они проработали примерно 10,5 минут. МКС в итоге увели на безопасное расстояние, а мусор пролетел мимо. Коррекция высоты для космонавтов – дело привычное. За год такое случается в среднем раз 11. Задействует именно наши двигатели. Других штатных средств для этого на станции сейчас нет. Свою вахту на орбите несут россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Роскосмос выступает за создание единой международной системы мониторинга космического мусора. Создатели спутниковых систем предлагают обязать сводить отработанный аппарат с орбиты. Джо Байден снова в центре внимания. Пресса бурлит. Президент США здоровается с призраками. Вот он в Сиэтле попрощался с публикой, повернулся и протянул руку в пустоту. Обернулся назад, но и там никого. И ведь так не в первый раз. Всего неделю назад американский лидер также пытался поприветствовать непонятно кого после выступления в Северной Каролине. Интернет-пользователи гадали, что это было дезориентация в пространстве или галлюцинация. Ответа – нет. Пьесу, в которой герой не проронит ни слова, представил зрителям театр сатиры. И речь ни много ни мало о знаменитом мускараде Михаила Лермонтова. Произведения великого русского классика перевели на язык хореографии и мимики. Яркие образы, маски, костюмы, свет и, конечно, блистательная игра актеров. Когда все это на сцене, слова на самом деле не обязательно. Новое прочтение оценила Марина Чайка. Когда на кону вся жизнь, а соперник, сама судьба, кажется, исход этой игры уже предрешен. Но они еще не знают. И среди этих фарфоровых марионеток, среди шумного маскарада, влюбленные снимают маски. Самое трагическое в этой роли – это такое желание любить и не сберечь любовь. Любить или не любить – вот в чем вопрос. Пластический театр – настоящий вызов для актеров и режиссера. Это же как если вдруг внезапно лишиться одного из чувств. И как тогда объясниться, скажем, в любви? Никто из них не проронит ни слова. Все на языке тела. Этот жанр так и называется – драма без слов. Так что же это – пантомима или, может быть, балет? Это не балет. Я не пытаюсь делать из драматических артистов танцовщиков. Это как раз, собственно, драматическая история, рассказанная бессловесно. Вот так называют. Хорошо, только музыка и движение. А как же бессмертный лермонтовский текст? Бессмертный лермонтовский текст может быть, так сказать, перефразирован любыми средствами. Мимика, внутреннее наполнение. Я ведь по старости очень брезгливо и осторожно отношусь ко всяким экспериментам. Что меня совершенно умилило и удивило? То, что это индивидуально и совершенно прочтение личностное, я имею в виду, режиссерское, бритмейстерское. Максим Аверин впервые пробует себя в таком жанре. Его Арбенин – человек страстей, жгущей любви, страшной ревности. Для меня это такой важный этап, такого взросления, потому что, ну, все привыкли, что я что-то там говорю, а тут вообще нет слов. И это такой кайф. Все на контрастах. Свет и темнота, добро и зло. Изогнутые в танце фигуры и бескомпромиссно прямые линии неона. На сцене в графитово-черных тонах ничего лишнего. Только музыка и тело звучит, как говорят актеры. Учить тело – что это? Ну, это вот такой термин. Чтобы вы услышали и поняли нашу историю, тело должно звучать. Оно должно рассказывать эту историю. Это баронесса Штраль. У нее вот так вот всегда лежат пальчики на плечах. Здесь несколько. Либо она закрытый человек, либо это надломленная когда-то крылья, либо это, наоборот, гордая женщина. Цвет дает подсказки. Она в белом, как невинный ангел, жертва. Он в кроваво-красном, предвещающем беду. И хотя нет слов, но поймет каждый. И штука в том, что каждый понимает свое. Марина Чайко, Дмитрий Белов, Борис Чучупалов, Максим Кулифеев и Ольга Коваленко. Первый канал. На этом пока все. А прямо сейчас на Первом канале специальный репортаж «Азовсталь-2022». Уникальные съемки наших корреспондентов, сделанные в Мариуполе в самой гуще событий. Итак, смотрим.